В Международном гуманитарном университете состоялся День открытых дверей. Абитуриенты получили возможность почувствовать атмосферу университета и ощутить радушное отношение к студентам вуза. По словам президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова, такие события полезны для молодых людей не только с точки зрения ознакомления с материально-технической базой будущего места учебы. День открытых дверей – уникальная возможность пообщаться с преподавателями и поближе познакомиться с их методикой работы. Помимо экскурсии они уже знают, что они хотят. Но они должны воочию увидеть, что из себя представляет та или иная специальность. Познакомиться непосредственно с преподавателями, которые будут читать у них лекции и проводить семинарские практические занятия. Вот это направление самое важное. Это направление мы выбрали. Мы не отрываем теорию от практики. В этом году Международному гуманитарному университету исполнилось 18 лет. В 2003 году учебное заведение начинало работу с одной группой. Сегодня здесь обучаются 6 тысяч студентов. Образование, полученное в стенах Международного гуманитарного университета, делает студентов востребованными и обеспечивает высокооплачиваемой работой. Для этого университет заключил договора о трудоустройстве выпускников с органами государственной власти, местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями, ведущими украинскими и зарубежными компаниями, бюро переводов, туристическими агентствами, образовательными учреждениями. Более 600 школьников города Одесса, Одесской области и из других областей Украины приехали сегодня посмотреть, что собой представляет Международный гуманитарный университет. И мы уже об этом говорили, что Сергей Васильевич Кивалов, президент Международного гуманитарного университета, создал здесь особую атмосферу, это большая и дружная семья Международного гуманитарного университета. А в семье мы стараемся относиться к школьникам, относиться к студентам, не как к тем, кто обучается, а как к членам своей семьи. Мы переживаем за каждого студента, мы переживаем за каждого нашего выпускника и все делаем для того, чтобы они получили качественное, современное образование, а самое главное, они трудоустраиваются. На базе Международного гуманитарного университета функционирует Институт права экономики и международных отношений, который предоставляет уникальную возможность одновременно получить сразу две востребованные специальности. Окончив университет по специальности «Международное право», выпускник получает диплом сразу по двум специальностям – юриста-международника и переводчика. То же самое касается и экономистов. Специальность «Международная экономика» также предполагает двойной диплом. Вот, допустим, выбрал специальность «Международное право». Что это за международник, что это за дипломатический работник, который не знает, допустим, несколько языков. Он идет и учится параллельно на факультете лингвистики и перевозки. Становится классным специалистом в области международного права. Это как пример, я говорю. На базе Института права, экономики и международных отношений также открыты востребованные специальности правоохранительной деятельности, гостиничное и ресторанное дело. Абитуриенты охотно выбирают эти популярные направления. Я посмотрела факультеты Международного коммунитарного университета и мне, скажем так, запал в душу отельно-ресторанный бизнес. Я уже решила на 100% что буду поступать сюда. Меня привлекает в первую очередь активно студенческая жизнь. Я не хочу сидеть на парах с 8 до 2 и думать зачем я сюда поступила, зачем мне это все. Я хочу провести максимально активную студенческую жизнь. Отметим, что еще одно прогрессивное структурное подразделение вуза Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета успешно конкурирует с ведущими медицинскими вузами страны. Сегодня здесь обучаются около тысячи студентов. Специалистов готовят по следующим направлениям. Стоматолог, фармацевт, врачебное дело, общая терапия, сестринское дело, физиотерапия. При вузе функционирует клиника Международного гуманитарного университета, где студенты проходят практику под руководством докторов медицинских наук. Мы подходим прагматически к медицинскому образованию. У нас практически ориентировано образование. У нас интегрирована университетская клиника в образовательный процесс, где студенты, начиная с первого курса, совместно с преподавателями, врачами нашей студенческой поликлиники, учатся всем основным практическим и теоретическим основам медицины. Это дает нам возможность уже к четвертому курсу на медицинском факультете получать специалистов, которые могут качественно работать с потенциальными пациентами. Мы хотим показать наши достижения за прошедшие 18 лет становления МГУ и 10 лет, которые становился в медицинский университет. Это наши клиники, две стоматологические, современные, оборудованные последним оборудованием подсовременным. Клиника, которая у нас выросла за два года, медицинская, на сегодняшний день работающая, принимающая пациентов, которые проходят практику, наши студенты медицинского института. Мы гордимся нашими преподавателями, это большое количество профессоров, доцентов, кандидатов в наук, которые несут свои знания нашим студентам и создаем материальную базу, с каждым годом ее улучшаем. Для подготовки будущих стоматологов МГУ открыл две современные стоматологические клиники. Теория и практика неразделимы. Рассматриваю поступление в стоматологический факультет МГУ. Посветовали мне знакомые, говорят, очень хороший вуз, современный. Ну, я, в принципе, пришел, решил прийти на день открытых дверей. В принципе, очень понравилось новое здание, хорошие условия для учебы, как бы меня это привлекло. В МГУ также развивают творческие направления. Факультет искусства и дизайна – самый молодой в структуре вуза. Здесь готовят режиссеров, продюсеров, актеров, эстрадно-джазовых вокалистов, ведущих, дикторов радио и телевидения, дизайнеров, ивент-менеджеров. Международный гуманитарный университет – единственный в устной юге Украины, где осуществляется подготовка универсальных артистов с владением актерских, вокальных и танцевальных навыков. Преподаватели факультета в основном практики, ведь обучить этому делу может только человек, который посвятил ему всю свою жизнь. Обучает молодых специалистов, в том числе народный артист Украины, создатель театра «Маски» Георгий Делиев. Заниматься искусством, в принципе, это напрямую передавать какой бы то ни был опыт. Поэтому рассказать ни о рисунке, ни о живописи, ни о вокале, ни о театре теоретически невозможно. Можно, но абсолютно не имеет под собой никакой почвы и пользы. Поэтому наша задача – это найти людей, которые хотят передать свой опыт и которые этот опыт уже имеют. Это люди, которые могут быть интересны будущим поколениям. И среди них, естественно, такие знаменитости нашего города, и не только города, но и страны, как Делиев Георгий Викторович, как народный артист и режиссер Лупи Ярослав Васильевич. Это народные артистки Украины Людмила Сергеевна Ширин и Токарев Александр Витальевич. И еще очень-очень много имен. Я выбрала факультет актера музыкального театра, потому что с детства меня очень интересовала и завораживала тема актерства, тема музыки. С 9 лет я играю в театре, в спектаклях, ездим по городам, по странам. Я получаю от этого колоссальное удовольствие, и именно поэтому я хочу связать свою жизнь именно вот с этим. Также востребован среди абитуриентов специализированный факультет лингвистики и перевода, где готовят квалифицированных филологов, переводчиков и преподавателей иностранных языков. Международный гуманитарный университет предлагает широкий выбор иностранных языков для изучения. Кроме привычных европейских – английского, немецкого, французского, итальянского, испанского – студенты имеют возможность изучать популярные сегодня восточные языки – арабский, китайский и даже новогреческий язык. Факультет лингвистики и перевода подготовил особую программу, торжественную. Наши студенты показали свои способности и возможности, расскажут о перспективах изучения иностранных языков, о возможностях дальнейшего трудоустройства. Сегодня представлены на дне открытых дверей различные языки. На факультете лингвистики и перевода есть два направления – это восточные языки и европейские языки. Я выбрала иностранные языки. Я просто очень давно увлекаюсь разными языками, и меня это привлекло, скажем. И хорошие отзывы были именно на этом МГУ, поэтому я сюда и хочу поступить. Вместе с тем не теряет популярность система колледжного образования. Юноши и девушки не учатся лишние два года в школе, а сразу по окончании девятого класса получают базовое образование по своей будущей специальности. Задача колледжа – ранняя профориентация учащихся средних школ. С этими задачами учебное заведение прекрасно справляется. Сегодня в колледже обучаются 1100 студентов. В то же время колледж дает уникальную возможность получения высшего образования для тех 11-ти классников, которые не сдали внешнее независимое оценивание или не набрали необходимое количество баллов. После 11-го класса они поступают в колледж, а проучившись там два года, становятся студентами сразу третьего курса МГУ. Сегодня родители и абитуриенты узнали об особенностях вступительной кампании в 2021 году, об особенностях, какие необходимы сертификаты, предметов внешнего независимого оценивания, конкурсный балл, сроках вступительной кампании в 2021 году. И напоминаем о том, что на базе МГУ действует штаб абитуриента 2021, где каждый абитуриент и его родитель может получить квалифицированную помощь касательно вступительной кампании и поступления в высшее учебное заведение и в колледж МГУ. Сегодня колледж МГУ осуществляет подготовку специалистов в сфере IT-технологий, искусства и дизайна, экономики, перевода и юриспруденции, отельно-ресторанного дела, психологии, фармации, а также здесь обучают будущих учителей начальных классов. Решил поступить в колледж, потому что у меня папа занимается такими предпринимательскими делами. Ну вот подумал, что пою по его пути, поступить на обучение предпринимательства, биржи, инвестирования, экономики. Когда подрос ребенок, стал вопрос о поступлении и, естественно, логично пришла мысль, что почему бы ему не поступить в колледж после 9 класса и получить какую-то уже профессию, с которой бы он сам увидел интересным и неинтересным, потому что он поступает на экономический факультет. Международный гуманитарный университет является высшим учебным заведением негосударственной формы собственности и имеет четвертый наивысший уровень аккредитации. Один из главных плюсов университета – это практически безграничные возможности. Нет преград в том, чтобы постоянно развивать свою материальную базу, работать над подготовкой профессорско-преподавательского состава. Пригласить в команду квалифицированных преподавателей, обеспечить их приемлемыми условиями труда и достойной зарплатой – сегодня под силу далеко не каждому вузу. Мы имеем возможность пригласить лучших преподавателей, потому что мы не согласовываем. Ставка, допустим, сегодня нищенская ставка доцента в государственных вузах, больше там чем 7-8 тысяч нельзя заплатить. То есть руководство вуза не может заплатить, а в негосударственных вузах мы можем и 28 заплатить, если он хороший специалист. Поэтому у нас есть возможность собрать лучших преподавателей, в том числе и за материальное вознаграждение, которое у нас отличается от других высших учебных заведений. К организации Дня открытых дверей Международный гуманитарный университет подошел ответственно и креативно. Абитуриенты получили возможность прикоснуться к будущей профессии, пообщаться с работодателями, послушать информативные лекции, принять участие в мастер-классах. Продолжение следует...